Хорошо, значит, ты можешь быть частью тех 40-50% парней, которые будут принимать Сиалис, Виагру или любой из этих ингибиторов FD5 для лечения ЭД, и не увидят никакой пользы. Большинству парней, которые принимают его более двух лет, на самом деле приходится увеличивать дозу, чтобы добиться того же эффекта. Увеличение дозы приводит к усилению побочных эффектов, так что должен быть какой-то план Б, и, честно говоря, план Б есть. Их целая куча, но, похоже, никто не хочет говорить о них всех. И план Бэби Кфарма, похоже, заключается в том, чтобы ты просто объединила Виагру и Сиалис в одну таблетку и просто продолжала пытаться. Но сегодня мы говорим об использовании пептида для лечения ЭД. Это такие пептиды, как Оемпик и Вегави. Используйте Оемпик, чтобы ваш угорь превратился в кита. Я собираюсь обсудить пептид ПТ-141. Вот этот малоизвестный заменитель Сиалиса, который вы можете использовать вместо дженериков ингибиторов ФД-5, сделает вас настолько выносливы, что мужчины даже называют его оборотнем. Это может помочь тебе стать твердым, как камень, и оставаться таким дольше, если принимать его за несколько часов до того, как тебе это понадобится. Так что давай перейдем к делу. Это пептид ПТ-141. Его изучали еще в 1990-х годах. Препарат ПТ-141 был изучен на парнях, страдающих психогенной эректильной дисфункцией, и они рассматривали его как потенциальную замену Виагре или как дополнение к ней. Они использовали его как назальный спрей, и они действительно провели двойное слепое плацебо, контролируемое исследование, в котором использовали ПТ-141 вместе с Виагрой на парнях, которые не могли использовать Виагру, потому что она не действовала. И это сработало. Итак, давайте поговорим о побочных эффектах ПТ-141, дозировке ПТ-141, и о том, где вы можете достать это вещество. Таким образом возникает вопрос, если ПТ-141 может так хорошо действовать в виде назального спрея, почему об этом не говорят? Почему его не используют? Почему мой врач не сказал мне об этом? Ну, на самом деле вы не можете запатентовать такое природное вещество, как пептид. У крупных фармацевтических компаний на это нет денег. А теперь, чтобы понять, что на самом деле представляет собой ПТ-141 или броммалинотит, давайте немного поговорим о том, как вообще работают женерики Виагры и Сиолиса. Так вот, ингибиторы ФД-5 работают по механизму, при котором они блокируют фермент, называемый ФД-5. И делая это, они фактически позволяют газообразному оксиду азота, который был создан в ваших клетках крови, оставаться в организме и вызывать расслабление кровеносных сосудов, чтобы обеспечить приток крови. И эрекции можно добиться. И ты можешь достичь и поддерживать это. Я всегда хочу, чтобы ты знала, что у тебя есть выбор. И на этом канале мы подробно рассмотрим плюсы и минусы всех этих вариантов. И пока ты берешь наушники, нажми на кнопку подписаться, чтобы не пропустить ни одного из этих обновлений, самой свежей информации о мужском здоровье. Теперь появилась менее известная альтернатива Сиолису и Виагре. Пептид ПТ-141. Может быть, ты добилась результатов с другими препаратами, а может быть и нет. Но с этим у тебя потенциально меньше побочных эффектов. Так что же происходит с этим каскадом событий, когда твой рецепт на дженерик Виагре или Сиолиса перестает действовать? ПТ-141 на самом деле не является новым пептидом. Я нашел исследование, относящееся к началу 2000-х, к концу 1990-х годов, в которых рассматривался ПТ-141 как альтернатива Виагре. Специально для мужчин, которые не могли переносить побочные эффекты, или которые были частью от 30 до 50% мужчин, у которых это просто не получается. Итак, брюмеланатит. Первый, немного о нем. Так вот, пептиды – это просто последовательность аминокислот. Ничего особенного. Ты хорошо знакома с аминокислотами. Креатинин – это аминокислота. А пептиды – это, по сути, уменьшенные версии белков, которые на самом деле являются строительными блоками для белков и определенных функций организма. И они естественным образом встречаются в организме. А созданные человеком пептиды имитируют природные пептиды, которые содержатся в вашем организме. И они стали чрезвычайно популярны в средствах массовой информации и на практике, из-за минимальных побочных эффектов и потому, что, похоже, не сильно меняют. Я уверена, что ты слышала о таких популярных пептидах, как ВГВ и Аземпик. Да, те самые пептиды, которые эффективно снижают вес. Но пептиды интересны тем, что во многих случаях мы видим, как они действительно лечат болезни, что на самом деле является новинкой для западной медицины. Крупные фармацевтические компании традиционно не вкладывают много энергии в пептиды, потому что изолированные белки и пептиды относятся к категории натуральных продуктов. Они могут оказаться непатентоспособными, что означает, что заработать миллиарды долларов на пептидной терапии действительно сложно. Но эти пептидные методы лечения могут решить многие проблемы со здоровьем, благодаря их способности воздействовать на определенные пути и функции организма, чтобы все шло своим чередом. Так как же пептид ПТ-141 работает в качестве средства для лечения эректильной дисфункции? Ну что же, ПТ-141 – это искусственная версия гормона, который регулирует сексуальную функцию на уровне мозга. Так вот, в то время как Виагра и Сиалис изменяют кровоток на уровне пениса и кровеносных сосудов, именно поэтому возникает так много побочных эффектов. Когда вы принимаете такие лекарства, как учащенное сердцебиение или тахикардия, изменение зрения, рефлюкс, заложенность носа, приливы жара и так далее, и так далее, из-за того, как это работает. Так вот, ПТ-141 – это синтетическая версия меланоцитерстимулирующего гормона. В ходе клинических испытаний было установлено, что он обладает эректогенным действием и помогает вызвать эрекцию в мужской ткани, а у женщин – в эректильной ткани клитора. И это действительно революционный метод, потому что он может помочь вызвать эрекцию, независимо от того, была у вас какая-либо сексуальная стимуляция или нет. Так почему же лекарства от эректильной дисфункции все равно перестают действовать? Почему эти лекарства, отпускаемые по рецепту, перестают действовать? Ну что же, в первый раз, когда ты принимала Сиалис или Виагру, это было либо как по мановению волшебной палочки, а потом ты чувствовала себя паршиво, либо на самом деле ничего не помогало. А если у тебя истощились запасы оксида азота в организме, или у твоего организма возникли проблемы с его выработкой, если присутствует слишком много фиброза, или утолщенной ткани полового члена, что происходит со временем время, когда эректильная ткань перестает получать то питание, которое она получала в возрасте 20 лет? Если кровеносные сосуды слишком повреждены, когда гормоны нарушены или не сбалансированы, и если у вас есть повреждения нервов, либо в результате травмы, либо в результате хронических заболеваний, таких как диабет и гипертония, и если нервная сигнализация была нарушена или ослаблена, или если у вас что-то происходит, что-то вроде психологического блока, эти лекарства могут вам никогда не помочь. Теперь, когда Виагра перестает действовать, пептид 5141 можно использовать либо вместо нее, либо в дополнение к ней. А 5141 на самом деле приносит сексуальную пользу как мужчинам, так и женщинам. Доказано, что он повышает сексуальное влечение как у парней, так и у девушек. У женщин было доказано, что он усиливает генитальное возбуждение, которое особенно необходимо женщинам в переменопаузе. Потому что с приближением менопаузы процессы начинают замедляться, и клинически доказано, что 5141 вызывает эрекцию. И честно говоря, что-то особенное в этом есть, так это то, что это может помочь вызвать эрекцию, независимо от того, происходит что-то сексуальное или нет. Теперь есть два варианта, как принимать 5141. Вы можете вдыхать его в виде назального спрея, или вы можете использовать крошечную иглу, чтобы ввести его в жировую ткань своего живота. Этот метод был изучен и показывает успешное использование в любом случае. Так что ты можешь использовать его в качестве назального спрея или вводить от 1 до 5 миллиграмм. Большинство парней, похоже, предпочитают делать инъекции. На самом деле, ранние исследования показали, что 5141 используется подкожно у мужчин с умеренной или тяжелой эректильной дисфункцией, у которых не было эрекции при приеме дженериковой Виагры. У этих парней действительно была значительная эрекция по сравнению с группой плацебо. Так вот, наиболее многообещающей частью использования пептида 5141 является статья, опубликованная в журнале Journal of Biology в 2007 году, и озаглавленное устранение последствий применения силденафила с помощью бромеланотида. Двойное слепое плацебо-контролируемое исследование показало, что пептид помог мужчинам с такими формами ЭД и эректильной дисфункцией, которые имели наихудший прогноз. У тех, у кого действительно были повреждены ткани и кровеносные сосуды, наблюдалась эрекция. Давай поговорим о некоторых побочных эффектах, о которых сообщалось при использовании пептида 5141, потому что ничто не может быть сплошь из роз и вишен, верно? Итак, в группе в основном жаловались на тошноту, некоторое покраснение и потливость, а также некоторые жаловались на боль в пояснице и нарушение вкуса. Но ты же знаешь, если чем-нибудь брызнуть себе в нос, то, конечно, это будет неприятно на вкус. Самая распространенная жалоба, которую я слышу от парней, это тошнота, которая длится около часа, а затем проходит. Тебе просто нужно понять, что для тебя безопаснее и что тебе подходит. Пепти 141 может стоить дорого. Я не собираюсь врать, что флакон в 10 миллиграммов обойдется вам примерно в 50 долларов. А парням, страдающим эректильной дисфункцией, нужно принимать около 4 миллиграммов. Парням, которые просто хотят усилить жесткость, достаточно 1 миллиграмма, а стоимость назального спрея начинается примерно с 250 долларов. Так что подпишитесь и включите уведомления, чтобы не пропустить ни одной новаторской информации о мужском здоровье. Меня зовут доктор Рейчел. Увидимся позже.